В гостях у меня сейчас журналист Константин Эггерт, один из самых глубоких и самых уважаемых экспертов в вопросах международных отношений, дипломатии, внешней политики. Константин Терройч, я вас от всей души приветствую. Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Привет, Сергей Алексеевич, спасибо большое. У вас на лице, простите, как и у многих, сегодня, мне кажется, написано «глубокое разочарование». Вы знаете, было в свое время, в советские времена, чувство глубокого удовлетворения, а вот те решения, которые сегодня были озвучены, как мне кажется, некое иное чувство вызывают. Или я ошибаюсь? Нет, конечно, я глубоко разочарован тем, что случилось. Я разочарован тем, что НАТО упустило возможность действительно принять серьезное решение. Не принять Украину в НАТО, это понятно, что трудно принимать, ну, не было бы ратификации даже соглашения о приеме в условиях войны. Но предложить Украине конкретный план действий, не по членству, это отменили, а по приему конкретную, ну, если угодно, ясную, хронологическую цепочку. Это, было, эта возможность была упущена. И, по сути дела, я был в Бухаресте в 2008 году на том самом саммите, на котором путь Украине и Грузии, тогдашний канцлер Ферге Меркель, Ферге Меркель и президент Франции Николас Аркози заблокировали. И вот тогда дали вот это обещание, что когда-нибудь обязательно будете членами. Де-факто сегодня в Вильнюсе повторили этот самый Бухарест. С поправочками, с конфетками приложенными, даже, может быть, с шоколадкой большой там в виде того, что отменят план действий по подготовке к членству, тогда, когда Украина будет вступать. То есть сразу перейдут фактически к ратификации. Но когда? Тогда, когда Альянс сочтет необходимым. Это даже хуже, чем то, что говорили перед саммитом. Говорили, что тогда, когда там прекратится огонь и, возможно, начнутся какие-то там мирные переговоры. Ну, очень условно говоря. Теперь, когда Альянс сочтет необходимым. Ну, а может быть, там какие-нибудь немцы, это все-таки решение на уровне, ну, это согласие, это консенсусное решение. Ну, а какие-нибудь очередные немцы, там, я не знаю, греки на тот момент скажут. Вы знаете, ну, еще не тот момент. Поэтому, секунду, там говорится о том, что все условия будут выполнены. И журналисты, я так понял, сегодня одолевали Столтенберга вопросами, о каких условиях. Да, о каких условиях. Да, более того, коллега из Политику, из онлайн-портала Политику, она прям цитировала бухарестский документ в финальной коммунике. И говорила, вот объясните, а чем это отличается? Ну, генсек Столтенберг говорит, ну, вы понимаете, вот, так сказать, отменили этот самый план действий. Плюс Украина, значит, будет сейчас работать над тем, чтобы увеличить интероперабельность. То есть, взаимодействие на всех уровнях с вооруженными силами НАТО. Значит, будет вооружение, будет массированная подготовка украинских военнослужащих. Все это, конечно, хорошо, но она, собственно, идет в какой-то степени сейчас. Украина воюет с западным оружием, Украина его получает, но политическое решение, де-факто, если отбросить шелуху и вот эти, так сказать, обертки вот этих шоколадок, политическое решение осталось точно таким же, каким оно было в Бухаресте. И именно так это воспримет в Москве, воспримет в Москве. И Путин, который буквально еще утром оправлялся от нескольких подряд пощечин Эрдогана, сейчас может, так сказать, чайку спокойно выпить и сказать, ну, в общем, ну, так. Пронесло. В жизни бывают проблемы. Да. Хорошо, а Генсек, по сути, ничего не ответил, я так понял, и все время отсылал к 10-й статье устава НАТО, где записаны критерии членства. И что... Да, к 10-й статье. Всеатлантического договора у НАТО нет. Устава всеатлантического договора, да. Да. А критерии так очень разучные. В итоге повторил только три пункта. Да, и вот в чем история. Дело в том, что действительно эта статья была написана так, чтобы дать членам альянса максимальную гибкость при приеме. И, например, там не написано, вот есть такое заблуждение, что не написано, что якобы где-то там у НАТО записано в каких-то документах, что мы не можем принимать страны с неурегулированными территориальными конфликтами. На самом деле нигде это не записано. Нет, это правда. Там написано что-то типа, что страна прием должен вносить вклад в укрепление или развитие, как это называется, увлечение, безопасность альянса, других, ну, всех членов альянса. То есть это вопрос интерпретации. Надерное, понятно, что в горячей фазе войны принять Украину невозможно по той причине, что вы получите сразу, ну, грубо говоря, альянс будет вовлечен немедленно в войну. Понятно, они этого не хотят. Но одновременно можно было бы сказать, что для нас там, условно говоря, территориальные моменты не являются главными. То есть можно было бы интерпретировать все это очень по-разному. И я думаю, что сегодня, конечно, у альянса не было большого выбора. Но более смелых решений пришлось избегать из-за позиций ни Венгрии, ни Германии. Хотя их скепсис, так сказать, известен. Прежде всего, к сожалению, из-за позиций Соединенных Штатов. Соединенных Штатов все-таки? Потому что кто-то сегодня говорил о том, что позиция Германии чуть ли не главная. Нет, нет, позиция Германии, ей можно, конечно, легко все прикрыть, потому что известно, что позиция Германии всегда такая, что, значит, как это называется, солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки, значит, за мир во всем мире. Но на самом деле в данной ситуации самым теплохладным правительством в отношении каких-либо серьезных шагов в отношении Украины была именно администрация БАИ. Это хорошо известно всем, кто наблюдал за этим саммитом, за подготовкой его в последние месяцы. Причины довольно понятны. Это предстоящие Соединенные Штаты. Объясните, пожалуйста, почему. Объясню, значит, это предстоящие Соединенные Штаты. Все говорят всегда так. Ну, понятно, в администрации идет борьба между двумя партиями. Словно говоря, там партии борьбы, приоритетные борьбы с Китаем во главе с советником по нацбезопасности Салливана. Салливана и, значит, вроде как Блинкен и какие-то другие люди, которые непонятны за то, что все-таки не меньше внимания уделяется европейскому континенту. Все это тоже такой разговоры, на мой взгляд, не то же для прикрытия, они не про что. Потому что все знают, что Салливан в аппаратных вопросах, не то, что все знают, это достаточно не раз, я бы сказал, это не раз проявлялось. Салливан в аппаратных вопросах значительно более влиятельен, чем Блинкен. Понятно, что Китай никуда не уйдет с горизонта. Но в данной ситуации главное, на мой личный взгляд, не ошибаться, но не один я так думаю, главная проблема, это, конечно, предстоящие выборы. И тот факт, что в Соединенных Штатах нарастают изоляционистские настроения, нарастают они по обе стороны, так сказать, партийные разделительные линии. Есть, ну, вот я очень условно говорю, пока что это в основном трамписты, но, в общем, целый ряд, в республиканской партии растет изоляционистское настроение под лозунгом «Нам не нужны новый Ирак и Афганистан». И аналогичное настроение существует на левом крыле демократической партии, а оно тоже наращивает свое влияние. И Джо Байден идет де-факто на то, чтобы эту публику изоляционистскую умиротворять и говорить «Я не ввяжу Соединенные Штаты в войну ради Украины». Ничего такого не будет. Именно поэтому, собственно говоря, никаких решений, которые могли бы продемонстрировать, что Украина хотя бы на шаг сделала, какой-то серьезный шаг в направлении честного альянса, не принято. Потому что Байден будет говорить, что вот смотрите, наоборот, мы вот сдерживаем наших украинских союзников, потому что как раз мы не хотим вовлечься в конфликт. А дальше, я боюсь, ситуация будет вот какая. Украину могут начать подталкивать к переговорам с Москвой в следующем. Я не говорю, что так будет. Но вот я вижу здесь логику. В следующем году попытаться, возможно, после того, как украинская армия отвоюет какую-то значительную территорию, возможно, какой-то населенный пункт, который прозвучит, я бы так сказал. Я очень условно говорю, Берднянск. И после этого Зеленского могут начать подталкивать к мирным переговорам для того, чтобы, во-первых, немножечко сохранить на более долгое время поддержку, в том числе и материальную поддержку Украины, союзниками. Сказать, вот видите, это же разумные люди, они не просто хотят почему-то странно вернуть захваченной агрессором территорию. Они вот такие гибкие, готовы к компромиссу. И тогда, может быть, какие-то решения будут приняты на Вашингтонском саммите в следующем году. Ювелийный саммит, 75 лет назад. Но, с другой стороны, на мой взгляд, проявленная в Вильнюсе слабость будет скорее диктовать слабые решения. А давайте еще подождем окончание переговоров. А давайте посмотрим, чего добьется Зеленский. А критерии, вот если бы сказали, после того, как будет прекращение огня, мы принимаем Украину в НАТО. Окей, ясно, что Путин будет тянуть сколько можно эту войну. Но ты хотя бы понимаешь, что этим-то что-то там стимулируешь. Это, на мой взгляд, тоже не было бы правильным решением. Но хотя бы ты обозначаешь какую-то позицию. И, предположим, ты ставишь, мне тоже не очень нравится этот вопрос, но ты ставишь на повестку дня, а де-факто это означало бы такое предложение, поставить перед Украиной вопрос. Смотрите, если вы не можете отвоевать все территории, захваченные Путием, примите на национальном уровне решение, будете ли вы продолжать, так сказать, их пытаться получить, или же вы готовы от какой-то части отказаться, войдя в НАТО. Я знаю, я был в Киеве в начале мая, я знаю, что это пока что неприемлемое для украинского общества. Ну подождите, подождите, вот буквально в пятницу или в субботу было опубликовано интервью президента Украины Зеленского, в котором он достаточно ясно говорил о том, что вот выйдем к границам Крыма, начнем с позиции силы разговаривать с Россией. Это не сигнал? Я разъезжал, я пропустил это интервью Зеленского. Ну, значит, это сигнал, конечно. Но тем более тогда, вот спасибо Евгению Алексеевичу, сказали, прочитаю сейчас. Но тем более тогда это означало, что этот сигнал, если не было, услышан. И более того, конечно, слово Крым пугает, очень пугает Вашингтон, Берлин, Париж и так далее, потому что это вдруг страшный Путин перед угрозой Крыму начнет применять ядерное оружие. Лично я уверен, что он ничего не применит никогда, потому что он хорошо знает, что применение даже тактического ядерного оружия будет иметь стратегические, катастрофические последствия не только для его режима, но и для всей Российской Федерации. Но, значит, получается, этот сигнал Зеленского не был услышан. Есть шанс, что он будет услышан в течение какого-то времени, тогда мы посмотрим, что будет на Вашингтонском саммите. Но сегодня, вот я бы так сказал, сегодня ничего по сравнению с Бухарестом не изменилось. В Москве это будут интерпретировать, конечно же, как слабость, и, конечно же, они понимают, что это связано в том числе и с внутренней украинской политикой. Они опять увидят, что Украину можно продолжать трепать еще, убивать украинцев. Вот просто вот это будет, понимаете? Вот что мне, условно говоря, возмущает в этой ситуации. И пока что я не вижу хорошего выхода из этого. И, конечно, предвосхищая возможные вопросы, вы уже задавали их, конечно, я не представляю себе, что завтра на этом первом заседании Совета Украины НАТО вдруг произойдет какое-то чудо и что-то изменится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!